Полгода назад мэр Анапы Сергей Сергеев обещал представителям ТОСа, встречи будут частыми. Сказано, сделано. Перед выборами Сергей Павлович получил 748 наказов от анапчан. 136 решил положительно, 99 на особом контроле. В остальных заявках – индивидуальные просьбы. Там нет законных оснований. Как правило, там надо решать земельные вопросы, имущественные, наследственные дела и так далее. Хоть детям сиротам. Посмотрите, что происходит. Есть много заявлений. У нас детей сегодня на учете, которые стоят, которые мы обязаны предоставить жилье, 34 человека. На 32 сиротам у нас средства лежат уже порядка 9 месяцев. Но средства выделены по средней сумме, сложившейся в Краснодарском крае. То есть 1,096,000 на 33 квадратных метра. На однокомнику квартиру. Скажите, мы в Анапе можем купить за эти деньги эту квартиру? Один застройщик согласился продать жилье для детей-сирот. Новый дом на субсекском шоссе. Коммуникации проведены. Есть другой вариант – доплатить за социальное жилье из местного бюджета, пожертвовав при этом ремонтом дорог и уличным освещением. На такие жертвы Маранап и Сергей Сергеев не готов. Благоустройство должно быть стопроцентным. Распоряжения мои улицы закреплены за руководителями отдела управления. Кто не способен, я же никого за уши сюда не тяну. Но то, что сегодня есть, мы зарастаем травмой, у нас вышивлены бордюры, мы очень поздно начинаем ремонт дорожного покрытия и так далее. Еще очень много и много. А сезон, вот он, уже через неделю. Нам гости приедут. Я прошу прощения у селя, но сейчас я вынужден больше внимания здесь уделять. Поверьте, пойдет сезон, я и к вам уже приезжаю. Изменения уже заметны по наказам избирателей. В селе Витязево к детскому садику пристроили дополнительное помещение. На уташе расчистили русло реки. В хуторе Просторном открыли медпункт. В Гайкадзорском сельском округе провели 13 субботников. И за каждым изменением большая работа и ответственность ТОСовцев. Лучших активистов отметили благодарностями мэра Анапы и почетными грамотами. Галина Рудых, ветеран труда, стаж работы 40 лет. И 40 лет она занимается общественной работой. Всегда участвовала в конкурсах и побеждала ее работу, отметили правительственной наградой. Еще две медали за участие в переписи населения. Главный секрет успеха Галины Рудых – умение слушать и слышать. Я никогда не перебиваю ни детей, ни взрослых. Вот это я понимаю. Наталья Ключникова – председатель ТОС со стажем. И тоже среди награжденных. Не могу пройти мимо. Хочется людям просто донести добро, сделать что-то хорошее. Если я кому-то что-то пообещала, то если сказала А, значит, я могу говорить Б. Обязательно человек слово. Все, что я могу сделать лично, я делаю. На собрание активисты города и сельских округов обратились к мэру Анапы с новыми проблемами. Кронирование деревьев, пешеходные переходы и вечная тема дороги. Сергей Павлович услышал каждого. И к новому собранию, уверен, будут новые результаты. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.